Всем привет, с вами Артём, мы продолжаем играть в Эликс 2. Тут девчушка сидит, давайте пообщаемся с Тамарой. Ты не очень много болтаешь, а? Не-а. Друзья у тебя есть? Нам задание нахуй выполнить. Эй, всё будет в порядке, поверь мне. У-у-у. Да, отличненько. Пусть бежит, мы потом выполним задание. Ты кто? Она невероятная. А, понятно, это она там стоит. Но нам надо зельки склепать, как я уже говорил. А, то есть они их втроём сейчас ходят рядом с ней. Что у нас по зелькам? Такого Эликса нету, тёмного Эликса нету. Всё, зельки наклепали, пойдём дальше. Привет, любовь моя. И как? Получается? Едва я приступаю к своим обязанностям Оракула. Мне они опять начинают действовать на нервы, как обычно. Ха, я тебя отлично понимаю. Пора обратить внимание на более важные вещи. На сына. Я знаю, чем тебя заинтересовать. Тёмный Эликс Киандер. Мы до сих пор ничего об этом не знаем. И поскольку в Эликсе ты разбираешься отлично, может займёшься этой новой фиолетовой дрянью? Я тоже размышляла на эту тему. И знаю, с чего нужно начать расследование. Но мне понадобится твоя помощь. Ой, какая ты милая. Конечно. Мы, берсерки, больше других озабочены природой скианидов. Они в целом не слишком отличаются от мутантов, которых производили Альба. Они тоже рабы Эликса. И при том основательно изменились под его действием. Но какова его природа? Как он работает? Почему он настолько заразен? Есть ли у него общий голос, как у синего Эликса, знакомого нам все эти годы? Ну, вообще-то есть. Конечно, интересный. Пацан, нам сын сказал же. Когда начнём исследовать? Фиолетовый хит сезона. Я ощущаю некоторое притяжение к Эликсу и Мане. Моим чувствам доступны многие их свойства. Я даже могу с ними общаться. Мы уже знаем, что одно из них получается из другого. Но эта лиловая штука от них отличается. Она обладает как репликативными, так и инфекционными свойствами. Выделить и исследовать её, не подцепив заражение самой, будет нелегко. Так я уже заразился. Ты справишься. Я в тебя верю. Она это ценит. Да. Хотела бы я разделять твою веру. Да, всё бы нормально. И всё же мне понадобится образец тёмного Эликса в чистом виде. Я смогу понять, как он работает, только исследовав активный, невредимый образец. Так у нас есть Эликс. И желательно внедрённый в живой организм. Чё? Мне кажется, я понял, к чему ты клонишь. Из меня. Да. Мне нужны свежие осы бискеанидов для пристального изучения. А-а-а. Я думаю, из меня вытащить. Большинство тварей, встречавшихся нам до сих пор, пребывали в преображённом состоянии по несколько недель. Но мне необходимы скианиды, только что пережившие мутацию. Несколько часов назад один из разведотрядов обнаружил новое стадо небольших скианидов к югу от форта. Пойдём. Очевидным материалом для них послужила стая рогопсов. Мы должны выследить их как можно скорее. Если ты готов, давай выдвигаться. А, давай-давай-давай-давай-давай, конечно. Давай наведаемся к этим новым скианидам. С ней надо очень... Я думал, что мне... Очень хорошо. Тогда пошли. Чё с ачивкой не получилось? Непонятно. Опа! Это плохо. Знаете, почему это плохо? Правильно, потому что там, справа, скорее всего, сидят. Во, смотрите. Мы будем драться бок о бок. Молодая ищейка. Ну-ка, да будет так. Ага. А вон там, скорее всего, сидят здоровые твари. Привет! Привет! Привет, Чео! А почему молодые выглядят сильнее, чем немолодые? Берегись! Берегусь. Давай. Твою мать. Они совсем юные, но уже опасные. Да они топови любой псины. Они как циклопы. Возможно, нам достаточно будет взглянуть поближе на место трансформации. Они, должно быть, пробыли там несколько часов. Лучше тебя оставить меня на какое-то время. Мне нужно сосредоточиться и понять, что я чувствую в этом месте. Ну, давай. Я в тебя верю. А я пока пойду, посмотрю, что я чувствую вон в том месте. Ой, тупо. А, вы все умерли разом? Иди сюда, иди ко мне, мальчик мой. Иди. Что-то там происходит ужасное. Что она делает? Тихо, тихо, тихо. Это что-то интересное. Так я и думала. Я чувствую темный Эликс. Он тут растет. Он повсюду. И он преобразил этих тварей совсем недавно, прямо здесь. Что еще тебе получилось узнать? Это, кстати, плохо пока что. Надо лучше. Трансформация невероятно болезненна. Вой этих существ. Все еще раздается по округе. Они никак не могут противостоять процессу. Как и я. Трансформация произошла быстро. Всего через несколько часов после заражения. Это означает? Да. Если инфицировать животное такого размера, то трансформация будет вопросом нескольких часов. Максимум дней. А если заражается человек? Понятия не имею. Здесь у меня только животные образцы. Подопытных людей у меня нет. Я есть. Ну, кроме разве что тебя, тогда ты по какой-то неизвестной причине особый случай. На твоем опыте нельзя делать общих выводов. Что уж ладно. Что будем делать дальше? Здесь я выяснила все, что могла. Мне нужны образцы большего размера. Я дам своим людям задание отслеживать скианидов. Я дам тебе знать, когда они сообщат о новых трансформациях. Надо же выяснить, в чем тут дело. Это именно такая, которую я знаю и люблю. Прошу тебя. Сейчас не время для этого. Просто прекрати, хорошо? Пойдем. Так, ты со мной бежишь, да? Все, короче, задание пока что, типа, висит. Давайте займемся журналом заданий. Личностный рост. Фиолетовый хит сезон. Это мы выполняем. Проблемы в долине. Кто там хочет нас? А, вон аж туда нам надо. Ну, погнали. Поговорим с этим ушлепком. Только он с нами разговаривать не хочет. Возможно, из-за крысы, кстати говоря. О, не из-за крысы. Из-за кого крысы? Головой об этом. Было бы прикольно, если бы он бился головой и падал. Тебе тоже свои уши повсюду. Из-за того, что мы не это, плохо обращались с его друганом. Эй, Бакстер. Я слышал у тебя проблемы. Что-то такое, что может ослабить изгоев. Как ты это мило сейчас оформил, дружок. Видел толпу этих тварей на краю кратера? Нет. Так, покажи мне. Я сразу пойму, где они. Вход. Они наверху. Ой, курочка. Эти твари. Ну, это не страшно. Хотя, чем дальше по сюжету, тем они более свирепые. Опыт за них падает столько же, а хп у них хрен знает сколько. Что, комар? Ну, это не страшно. Иди разберись с ними. Я думал, эти прибегут. Скианды. Обычную живность вокруг своих терраформеров. И угадай с трех раз, куда зверье ломанулось. Ооо. Ну, в смысле, а. Правильно. Сюда они лезут. В эту сраную дыру, в которой живем мы. Поначалу их было не очень много. Но теперь они толпами валят. Если это не прекратится, нас тут всех перегрызут. Ну да. Так сделай с этим что-нибудь. Точно. Вот прямо сейчас и сделаю. Тебя ответственно назначу. Хорошо. Перебей все гребанное зверье на краю кратера, пока они не спустились и не заполонили наш любимый дом. Хорошо. Что скажешь? Не хочешь этим заниматься, да? Так нечего пасть открывать. Я не собираюсь никого туда посылать. Мне люди тут нужнее. Окопаемся и будем обороняться, когда они сюда пойдут. Хи-реть. Там еще торгаш есть. 40? Животных перебить? Да, щена, ези. Вы что думаете, это проблема, что ли? 40 животных. Это... Это куча опыта. Во-первых. Во-вторых, это куча ресурсов. Подожди, с них же весы падают? А, пока опыт пока идет. Ну, это слабые противники, как вы видите. То есть, не для меня. Для меня это абсолютно слабые противники, которых мы сейчас пачками будем перебивать. А знаете что? А, подожди. Знаете что? Раз они такие слабые... То возьмем ружьишко. Да, вот такое ружьишко. Азас? Азак? Где он? Вы видели Азака? Я видел. Но он где-то далеко. Очень далеко. Так, погоди. А, окей. Они еще пока не идут. А, вон какой. Здрасте. Вас не съели? Иди, иди. Я тебя засисю. Там вон еще комары летают. О-о-о-о. Смотри-ка. А, что происходит? Я не успеваю лутать трупы. Но это не они были, если что. То есть это были просто твари, которых я просто убил. Надо со всеми разобраться. Хрен с теми двумя. Пусть валяются. Потом как-нибудь... А хотя давай заберем их. Они же будут потом валяться, вечность. Дай, дай. Я заберу. Я же могу их лутать. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. О, кстати, смотри. Тут что-то есть. Я думал их будет там ну десяток, ну двадцать. Ну не сорок штук-то. Не, я-то с радостью. Ну блин. Сколько у меня? Ну у меня тридцать пять патронов. Вау. Фарми не хочу. Плюс этот еще тут где-то бегает. Фармер. А фармер где бегает? Он же где-то их фармит. Ну, вы поняли про кого я. А, это комар. Эээ. Давай. Нет, курицу пока не трогаем. Блин, это же сколько мы тут налутаем сейчас все реально. Ну, левел, конечно, вряд ли. Но подфармить мы всего подфармим. Эт, херач по всем подряд. Тут в сущности довольно мило. В смысле, если не надо было думать о том, что в любую минуту тебя могут сожрать, тут было бы неплохое место для пикника. Что с ней не так? Кто тебя укусил в голову? Серьезно? А этот от чего умер? А, тут же эти гуляют. Как их там? Сейчас, скажи мне. Я скажу. Гуляют эти... Торгаши. О, все, вспомнил. Стой, 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 стой. Я что, не залутал этого, что ли? Мне бы Эликса найти побольше. Ты, конечно, молодец. Но, как видишь, твои потуги... То есть, огненный шар вообще вот улетел. Хрен пойми, куда. Как ты? Что ты сейчас сделал, братан? Так, их осталось двое. Подожди. А, они не успевают набираться. Мы убиваем их раньше. Я ловолапнулся на них. Я сказал, что я на них ловолапнусь. Я на них и ловолапнулся. Идем в город. Там как раз торгаш есть. Изи. Дяденька торговец, здравствуй. Что ты можешь мне продать? Стрел есть, стрел нет. Хавка есть, хавки нет. Все, нормального ничего нету. Отличная сделка. Если тебе понадобится что-то еще, приходи прямо ко мне. Да, погнали. Куча ресов, дополнительный левел. Нам, кстати... А, подо... Мы задание выполнили, а не леволапнули. Почему? А, потому что дало вам ничего до хера. А я думаю, что за прикол? Типа, думаю, о, левел, класс. Ну, хотя бы левел... Ой, точнее, задание выполнили. Фиг, левелапнули. Но он честным трудом ни одного осколка не заработал. Вот где этот психопат? Непонятно. На, держи. Край кратера расчищен. Животные вам больше не угрожают. И что? Ты это сделал? Серьезно? Твою мать! Ты заслужил мое уважение. А это все, что мне надо было. И как ты ухитрился? Хотя нет, стоп. Я не хочу... Взял ружье и... Перестрелялся? Дай угадаю. Небось, Эликси, ты в награду хочешь? Не, не. Хочу я только одного. Пятьсот. Нифига, спасибо. Чтобы ты готовился к настоящей драке, которая скоро будет. Скоро нам придется объединить силы, чтобы взять верх над скиандами. Да, да. Каждый день только об этом и буду думать. Спасибо. Только сейчас у меня есть дела поважнее. Ты уже должен был это понять. Ну да. Типа... А, это вообще не к нему. Это вот этот квест. Преимущество перед берсерками. Давай смотреть, что это. Это кто? Атакующие... Ищеройды. Ну, пойдем сюда. Атакующие ищеройды. Ну что? Атакующие ищеройды. На! На! Не берегись! Я здесь! Тихо ты. Ой. Здрасте. Берегись! Берегусь, берегусь. Берегись! Слышали? Звук странный. Я убил маленькую птичку? Он летает! А знаете, что это означает? Что у нас будет очень много темного эликса. Осторожно. Осторожно, и осторожно. Во! А вот и мамонт. О, нападающий бегемот. Сейчас, секунду. Был бегемот. Ну, как вы видите, они просто стали более крепкими. Спасибо, наверное. Ты молодец. Я тобой горжусь. Да, сейчас мы наберем... 21 атакующего еще ройду надо убить. Ну, и, наверное... Это же, наверное, во всех локациях, типа, ноум. Правильно ведь? Во всех локациях. Не в одной этой. Если в одной этой, это проблема. Я прям боюсь представить, сколько этих тварей там будет сидеть. Так. Да, походу, это именно во все локации. Нет, это... А, да, это в двух локациях. Все нормально. Потому что тут нет столько всего этих тварей. Опа! Понятно. У нас друзья-товарищи. Компаньоны наши маленькие. Какого черта древние себе там думали? Ты что несешь-то? А, надо с ней, короче, отношения по... По это улучшать в любом случае. Потому что... Если нас свалит из-за того, что мы с ней будем плохо обращаться... На нас это скажется очень сильно. Ну, в будущем. Во-первых... Она мать нашего сына. Так, туда рано пока стрелять. Из дробаша. Здрасте. Ой-ой-ой. Я снайпер от бога. Ты добил его? Ты моя умничка. Слушай, они нападают на них. Как ты там оказался? Я же думал, я тут всех убил уже. Они дерутся друг с другом. Это мой ящер. Так, я убил половину. Угу. Все, здесь их нет. Тэпаемся к городу. И добиваем остальных. Лава-лапчик меня не ждет, но темного эликса я набрал... Сколько? Я не знаю. Ладно, потом посмотрим. Так, вот тут один сидит где-то. Fire! Тут помимо еще обычных, много разных других тварей. Берегись! Оу! Давай, доставай дробашь! Как ты это делаешь-то, твою мать? Ладно, окей, мы выигрываем и на том спасибо. О, да видите, 431 опыта мы подняли пока что. Так, что тут у нас? А, ну все, окей, погнали с воды тогда. Ну, сейчас через кусты пройдем. Оу! Да ю-мэ! Как это происходит? Не, ну мне нам сказали, что они у сердец мира прячутся, но я не думал, что эти твари. О, вот сейчас новый уровень был. Оу, да, сейчас будет жопа. Я думаю, с тобой, с тобой. Берем дробашь. Берем дробашь. Просто расхреначил всех. Там и бегемот куда-то улетел. Вот что бывает, когда я психану. Хе-хе-хе. Так, погоди, вот тут где-то один. Давайте тех заберем сначала. Вот автоприцели нереально мешают. Так, погоди. А, на этих... Да, я почти жалею, что не жалеешь нас. Берегись! Да берегусь, берегусь. Блин, дай, заберу у него все. Подожди. Это мы только что убили. Перезаряжайся. Да-да, будем, будем. Молодец, умничка моя. Задание выполнено. Эй, отойди от меня, женщина. Подожди, а это не для тебя задание было? Э-э-э, конец. А кто нам задание дал? Или мы просто его выполнили? Вардак. Это... Кто? Ну, пойдем к Вардаку. Серьезно? Вы уже появились? Понятно. Да, чему я удивляюсь. Давай лук возьмем. Да, плевать. Раны вообще ни о чем. Сохраняемся. Давай, Вардак, привет. Не волнуйся. Не волнуйся. Я не собираюсь убирать. Даже если... Ты бы все равно меня нашел. Как всегда. Эй. А, понятно. А, понятно. Это не сейчас. Сколько мы темного Эликса нафармили? Давай посмотрим. Сто четыре. Три сердца... Так, спутники. Фиолетовый хит сезона. А, это не то. Это задание пока нет. Вот, смотрите, у нас баг. Да, видите, задание куда-то ушло. Способности. Что там надо? А, тут уже все. Тут на стойкость прокачка. У нас очко есть одно прокачкино. Это такое себе. Тут... Нет, тут все нормально будет. Так, ну ладно. Это пока потом. Потом распределим. Давайте в журнал заданий тогда. Голос из тьмы. Цель задания. Погнали на завод. Ну, блин. Пока есть задание. Давайте. Здрасте. Вот я четыре выстрела трачу. Именно столько же я трачу на здорового чувака. Ну, вы поняли про что. Ага, ну да, это же дробовик. Если в упор выстрелить два раза, то убьем больше. Опа. Что ты делаешь, женщина? Тебе всему надо учить? Об этом месте говорил Тьялк. В смысле? Тридцатьчетыре. Опа. Двести один. Кроний на четыре. Дачи данных. Так, это кто? Неприятель отступает из секторов с А-120, О-Б-609. Это робот? Внимание. Внешние сенсоры фиксируют движение. Запуск алгоритмов обнаружения. Подожди, зачем стрелять? Анализ данных. Гуманоидное существо. Стадия трансформации. Ха-ха. Тысяча пятьдесят. Голос из тьмы. Я Кассандра. Нулевой узел управления. Опа. Мои внешние сенсоры идентифицируют вторую гуманоидную аномалию на планете. Где твой прототип? Ага. Я понял. Ты и скин главного формера. Взломала моего дрона. Анализ твоего метаболизма показывает далеко зашедшую стадию трансмутации без метаморфозы. Это ненормально. Категорически необходимо полное обследование в исследовательском блоке. Да. Ваши твари до меня добрались. Но поддаваться вашей заразе я не намерен. Слышишь, дерьма кусок? Ха-ха. Не то я хотел сказать. Показайся на месте. Кураторы примут тебя в обработку. Где твой прототип? Размечталась, как же. А кстати, что это еще за прототип такой, а? Первая гуманоидная аномалия на целевой планете. Где она? Где твой прототип? Приятно осознавать, что вы ни хрена не знаете о нашей расе. Вы не всеведущие. Небезупречные. И не непобедимые. У этой первой аномалии имя есть? Где прототип? Где Докинс? Докинс. Ну кто же еще? Опять мне от этого урода неприятности. Ну я знаю где он. Оставайся на месте. Кураторы примут тебя в обработку. Слушай, ты. Ошибка коммутации. Я тебе ничего... Я тебя уничтожу. Пережгу все твои сраные цепи. Так. Анализ ранных. А твой прототип где? Где твоя центральная консоль? Хе-хе. Анализ ранных. Что такое? Сдулась? Пара мутяков и у тебя сбой системы? Опа. Что-то получилось. Она еще одна. Опа. Кроник. Твою ж мать. Я только разогрелся. Хе-хе. Запуск самодиагностики. Братан, тебя ломанули. Не парься, Кроник. Она свалила. Обнаружена компрометация базовых систем. Подозрение на вторжение извне. Так и было. Тебя поимели. Я в приятеля. Придумай что-нибудь, чтобы такое не повторялось. Потому что она обязательно попробует еще раз. Подтверждаю. Эй. Эй. Иди сюда. Иди за мной. Ты что-то помнишь с того момента, когда Касанда тебя захватила? Так. Критическая ошибка. Понятно. Этого следовало ожидать. Когда оно началось? Как давно это... Этот из Кински Андаф тебя контролировал? А откуда он знает? Протокол технического обслуживания обнаружил пробелы с момента контакта с кланом. Анализ данных. Потеря данных необъяснима. Ясно. На ракете клириков ты этот сраный вирус и подцепил, значит. Тогда сомневаться нечего. Калаан тоже взломан. Активируй усиленные протоколы безопасности. И когда оно в следующий раз... У клириков клан этот... Принято. Короче, я понял прикол. Ах ты псина сутулая. Они... Они типа это? Говно из меня пришли выбить? Кто следующий? Стуки. Ты что ли? Выпердыш внеземной. Ну, попытался. И что дальше? Спасибо за ресурсы. Спасибо за два куска эликса. С каждого. Так, что у нас дальше по заданиям? Тексты нам не нужны. Караки с этим заданием мы потихоньку. Фиолетовое чувство долга. Пересолили партнер шестой силы. Стоп. Ну, вот это. А-а-а. Вы должны стать еще сильнее, чтобы... Шестой силы нужен союзник. Союзник по неволе. У меня задание багнулось. Видите? Так. Пересолили. Это его чувство долга. То есть нам нужно по-любому докинза найти. Ну, погнали за докинзом. Нам ничего не остается. Внимание. Зафиксировано резкое падение температуры. Ага. Не суети. Я что, похож на замерзающий? Спасибо, что предупреждал. Предупреждение. Эффективность смазки падает при низких температурах. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. О, это ты из-за себя беспокоишься? Подтверждаю. Начат экстренный обогрев. Видишь? С тобой все в порядке. Смазка. Я запомню. Ха-ха-ха. Мне это... Ну и вряд ли мне так как-то либо пригодится. Но да ладно, я запомню эту информацию. Значит, смазка мерзнет, да? А какая конкретно? Ха-ха-ха. Да. Ну, кто понял шуточку, тот понял. А остальные? Ты как-то рано прыгнул, тебе не кажется? Вы прям все очень рано прыгнули. Ну, это крыса где-то здесь. Вон на той вершине 100% что-то есть. Ну, вот я прям уверен на 100%. Блин, я уже не знаю, сколько раз я сохранился. Я, кажется, там вижу кусок эликса. Синего. Давай лук достанем. Но тут скиандов много. Уже хорошо. Вон он сидит. Я в кого-то целюсь постоянно вон там. Там я уже вижу Докинса. О-о-о-о, смотрите-ка. Иди сюда. Вот за что я люблю своего робота. Он всегда добивает, когда надо. Блин, сколько этих тварей тут. Ой, я вижу эликс торчит. Там еще кто-то сидит. Ё-моё. Молоток. Просто мы приближаемся к тому самому месту, где будет много тварей. Как я так метко попадаю? Да ё-моё. Не, я знаю, что он попадет. Не спорю. Мы, кстати, вон на ту вышку еще залезем. Я Докинса не хочу трогать. По причине того, что... Мне кажется, рановато мы хотим Докинса потрогать. Тут труп лежит где-то. А, мы робота убили. Потому что я хочу на скалу залезть сначала. Скорее всего, на скале будет что-то ценное. Очень ценное. Возможно. Возможно, нихрена. Но она просто так хорошо расположена. Прямо над ним. Там башни какие-то. Что есть? Вероятность огромная, что в ней что-то будет. Под ней, в ней. Ну, вы поняли. Просто Докинс вон сидит. Я вижу эту крысу. Спокойно. Жрущую. В тихомолочку. Сейчас мы обязательно с ним разберемся. Я просто видел, кажется, там Эликс. Синий. Залежу. И хочу проверить, так это или нет. Так, тихо. Стой тут. Нам все равно не получится нормально залететь. Без полного заряда. Вот всегда покарабкаться по таким горам было весело. Особенно с жирпаком. Так. Вон там, я кажется, видел синюю залежь. Просто обычно на таких скалах, да во всех почти играх, делать какую-нибудь прикольную нычку. Ну, я кажется, я здание нашел. Серьезно? Это я где? А, это прям я та? Оу. Короче, мне написали в комментах. Ну, не в комментах, точнее, а в ВК. Чувак один. А, тут ни хрена. Знаете, как обидно? Что вот в этой всей локе, ну, не считая вон той центральной, карта где-то, последний кусок. О, смотри. Хочу его сюда заманить. Да какого? Тебе не кажется, что ты очень быстро взлетел? Иди сюда. Простите. Молодец, мой маленький робот. Да, плевать. Что тут много, тут кусок карты последний будет, и какой-то топовый ствол. Вот топовый ствол где? Без понятия. Но по поводу куска карты, сказали, что 100%, он, кажется, вон там вон будет. То есть мы его заберем, может даже в этой серии, в следующей, и отправимся как раз-таки по заданию. Ну, сейчас мы с Докинзом разберемся. Может в следующей серии будем разведывать. Вот что-то не работает, пока эта хрень, которая мне нужна. Здорово, крыса! Какого хрена ты тут делаешь? Решил совершить самоубийство? В смысле? Нет, я... Это сложно объяснить. А в зубы, да. Ты что-то выяснил, да? А ну, выкладывай. Всё чуть сложнее, чем мне раньше казалось. Боюсь, наши планы на шестую силу придётся менять. О чём ты говоришь? Сливаешься? В чём дело? Это же ты придумал шестую силу. Всё только-только начало выстраиваться. Тьял как раз привёл новобранцев. Ты что, не видишь? У нас нет ни единого шанса! Спасибо. Скианды гораздо сильнее, чем я думал. И они разработали новые методы мутации. Быстрее, намного быстрее и эффективнее. И чё ты предлагаешь? Они практически завершили свои приготовления. После этого начнётся полномасштабное наступление. Я перебил огромную кучу. Ты что, собираешься просто сложить руки? И всё равно нет. Будь оно всё проклято. Я понял. Не искал ты тут никакие фрагменты ДНК. Ты с ними разговаривал. Так? Джакс, послушай. Сукин ты сын. Как я сразу не понял. Ты меня подрядил за себя играть в войнушку. А теперь, когда пришла пора идти в бой, ты к врагу решил переметнуться? Джакс, погоди. Это правда. Я говорил с одним из их кураторов, но он на нашей стороне. Чё? Перебежчик? Кто он такой? Что говорит? Давай, старик, выкладывай, или я тебя прямо здесь прикончу. Согласен. Его зовут Копарк, и ничего хорошего он не говорит. Чего? У нас будет в отряде скиан? Как ты думаешь, с этим своим перебежчиком? Как ты думаешь, с этим своим перебежчиком? Скианды пытаются вернуть к жизни технику старого мира и использовать её против нас. Но это понятно. Было и так. Так. И вы переписывались, как девочки? Под камнями прятали письма. Так, давай, давай. Так и где этот Копарк? Я хочу с ним поговорить. Увы, никак не получится. Мы на некоторое время прервали наш общий. Вам не кажется, что он бредит? И он придумал его? Ну, типа... Главный Формер ещё раз для него слишком рискованно. Если его поймают, убьют без вопросов. Они даже своих убивают? Странно. Что ещё тебе удалось узнать от предателя? Он может помочь нам проникнуть в Главный Формер? Да я могу завалить всех, в принципе. Боюсь, что нет. Он не инженер. В технологиях, которые там задействованы, он смыслит не больше нас с тобой. Зато я узнал много других вещей. Его убьют, если на той стороне кто-нибудь узнает, что он мне всё это рассказал. Военные силы Скиандов велики. Хуже того, они выращивают новых, ещё более смертоносных тварей. Да куда уж! Эти создания способны меняться, трансформироваться. Чудовищная мощь и приспособляемость. Эти метаморфы считаются неубиваемыми. Их ничто не способно остановить. Да просто праздник какой-то. Что ещё? Я пытался убедить Капаарка помочь нам, но он отказался. Опасается за свою жизнь. Зато он ответил на все мои вопросы про тёмный Эликс и его свойства. Я надеялся, что всё-таки сумею придумать, как лечить инфекцию. В любом случае, даже если всё это у нас получится, Скианды слишком сильны и их слишком много. Они нас попросту раздавят. Меня такой разворот не устраивает. Не сдавайся, слышишь? Я жду результата. Чувство долга. Соберись, старик, и выдумай что-то полезное. С такой логикой спорить трудно. Что? Для начала я проанализирую всё, что мне рассказал Капаарк. Но я больше не смогу выполнять свои прежние функции в бастионе. Что? Что ты сейчас сказал? Людям нужен тот, кто всё ещё верит, что победа над Скиандами достижима. Пора тебе возглавить шестую силу. Но это и понятно. Разве я не этим уже какое-то время занимаюсь? Таким с самого начала был твой план, разве нет? В общем, да. Но тебе пора решить, в какой группировке ты идёшь. Да ни в какой я не примкнул. Если хочешь вести за собой людей, они должны ясно видеть избранный тобою путь. Им нужно знать, во что ты веришь. И когда ты примешь решение, придерживаться его надо до конца. Люди не пойдут за перебежчиком. Твой выбор должен быть окончательным. А, точка невозврата. Я говорил с искусственным интеллектом по имени Кассандра. Это хороший квест. Дай-ка догадаюсь. Она ищет меня. Да. А для чего? Одно время я был самым высокоразвитым существом на этой планете. Хорошо, что она до сих пор не знает о том, что мы замышляем в Бастионе. Знает. Скорее всего, она фиксирует некую активность, но ещё не расценивает её как угрозу. Иначе нас бы уже не было в живых. И давай пока сказано по поводу Кассандра. Если бы вы сказали, вторая гуманоидная аномалия на Магалане. Тогда ей известно всё о твоём прошлом и о том, как мы связаны. На её месте я бы тоже тебя опасался. Угу, конец. Пока нет. Ну, типа... Времени у нас в обрезе. F5. Так что потеря. Поговорим. Сейчас попробуем. Я сохранился. Сто подожди. Я сохранился. Сохранился. Иди сюда, старый герой. Я решил с кем связать свою судьбу. Так. Вообще-то я до сих пор ни к кому не примкнул. Правильно. Надеюсь, ты понимаешь, что упускаешь возможность изучить новые... Да мне плевать. Это неинтересно. Я хочу... Ачилочку получить. Подумай над своими словами. Решение, которое ты принимаешь сейчас... Да, 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 да. Нельзя будет изменить. Так, не трогаем Клаву. Я по-прежнему обладаю свободой выбора. Я не вошёл ни в одну группировку. Давай вот так сделаем. Я не вошёл ни в одну из группировок. Когда ты выберешь... Даааа, перебежчик получил достижение. Ты сам не выберешь главного союзника шестой силы. Подробнее мы это обсудим, когда придёт время. Угу. Очень хорошо. Теперь, когда эта проблема решена, займёмся подготовкой к решающей битве с оскеанами. Берсерки, если... Я считаю, что... Так что сейчас нужно, Бастион? Я сейчас... Шестая сила нуждается в крепком союзнике. Вопрос, кто из группировок им станет. Берсерки? Блин, ну это и так понятно. Да, берсерки. Я считаю, нашими союзниками должны стать... Берсерки. Они поддержат... Так, морканы нет. Берсерки. Берсерки. Маги. Они поддержат шестую силу. Тогда дело за малым. Убедить их к нам примкнуть. Хорошо. Основные военные силы они по-прежнему захотят оставить у себя. Да плевать. Но наверняка у них есть и другие отряды, разбросанные по окрестностям. Вот их нам и надо убедить. Уговори их примкнуть к нам и приведи Бастион. Хорошо. Это будет непросто. Но ты же у нас дипломат. Где мне искать отряды Берсерк? Если он скажет, сейчас узнаешь. Спроси у Тьялга. Он знает все о перемещениях воинских сил Берсерк. Не все присоединятся, 100%. Конец. Плюс я не Берсерк. Разрозненные отряды и приведи их в Бастион. Только так мы сможем собрать достаточно... Да, я понял тебя. Телепорт! Он ему очень пригодится. Вы даже себе представляете, насколько... Так, ну что ж. Я получил ачивочку. Не получили кое-какие, к сожалению, пока что. Но будем надеяться на лучшее. Готовиться к худшему, как обычно. Так, ну мы тут еле-еле взлетаем вот сюда. Как я помню. Так, сейчас мы отправимся за куском карты. Если я правильно понял, как и где она находится, то мы спокойно сможем ее забрать. Ключевое слово «если». Она где-то там. Да. Вот так мне объяснили. Типа, иди туда. Ну, мне почему-то в ВК пишут больше. Короче, она где-то вот тут вот. Нет, в смысле не вот тут. Вот тут это просто вход. Я сейчас зашел на территорию. Вилка, нож, всякая хрень. Паровозики. Да. Вот кто? Да, вон их главные здания. Кстати, а тут никого. Еще один телепорт. О, смотрите, первая живка. Ты спишь. Проснись, ящерица, я иду за тобой. Короче, нам вон к тем развалинам, как я понял. О, я под карту заглянул. Прекрасно. Да? Да, он в тех развалинах, мне сказали. Так, ну туда мы пока не поднимем. Идем к развалинам. Мелкий демон. Не назвал бы его мелким. Ну, реально, не похож он на мелкого. Ну, из плюсов темный эликс. Очень много темного эликса. Где трупак-то? А, вот он. Стоп, подожди, я меч тут нашел. Темный эликс, это понятно. А по поводу обычного эликса, как дела? Так, значит, здесь кусок карты лежит. И где-то тут еще лежит гранатомет. Гранатомет. Может, в этом же месте? Да, мне сказали, что это гранатомет. Какой-то типа охрененный гранатомет. Тебе обязательно его надо найти. И туда лучше не падать. Скорее всего. Местность неустойчива. Рекомендуется соблюдать осторожность. Спит. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вау. Охренеть их сколько. Тихо. Ага. Он летит к нам? Ты долго будешь там летать? Вот бесполезная жучара. Там этот жнец. Вау. Блин, сколько их тут. Я, кстати, карту, кажется, нашел. Но я так ее не подобрал. Так. Давай. Может, мы сейчас легендарное оружие еще какое-нибудь найдем? Ну, помимо гранатомета, которого мне обещали. Это великан. Сказали, что он прям самое топовое оружие, какое здесь есть. Но это мне так сказали, да? Но это не значит, что это именно так и будет. Что это самое-самое топовое оружие, типа какое есть. А кто тут-то? Я ж тут всех убил. Или я тебя не залутал? А, я тебя не залутал. Скорее всего. Да. Все. Так, а вот только где оно? Вот это вопрос. Потому что я... Мне этого не сказали. Сказали, оно там, иди ищи. Придется искать. Так. Ну, сто процентов сюда лучше не падать. Я просто не вижу дна. Вот. Так. Тут у нас кто? А я тебя залутал. А что ты тогда? Не испугался уж. Так. Все. О, еще серо. А вот и последний кусок карты. Да, все. Мы нашли последний кусок карты. Но я здесь за гранатометом. Я без гранатомета не уйду. Уж. Блин, я испугался. Я чуть на птичку эту. Нет. Ну, вы поняли. Открытый сейф. Да, мы сегодня тут немножко побегаем. И в следующей серии мы тоже тут все побегаем. Позачищаем. А потом уже отправимся нафиг отсюда. Потому что я уверен, что есть вероятность того, что мы, скорее всего, вернемся сюда. Ну, нет. Тут главный этот. Скорее всего, мы сюда сто процентов вернемся. Это даже без вопросов. Нам бы где-нибудь поспать здесь. В идеале бы. Но сомневаюсь, что нам тут кто-нибудь комнату приготовил. Для спая. Для того, чтобы просто выспаться. Что наверху? Я могу наверх зайти? Церковь меня интересует. Потому что гранатомет, как сказали, должен быть тут. Типа, очень топовая пушка. Обязательно сходи, забери. Кто я такой, чтобы отказываться от топовой пушки, да? Ну, типа, подсказывает и хорошо. Да, конечно, я найду ее... Ну, мне сказали, где она. Я так и так бы все равно ее нашел. Ну, мне же не сказали конкретно, в каком месте она лежит. Просто сказали, что она тут есть. Так, тихо, что это? Это лом. Да почему? Угу, я понял. Как-то вот так. Легко и просто. Я бы... Он на нас смотрит. Так. Хоть на нас смотреть. Ты меня пугаешь. Так. Там ни черта нету. Выходов тут нету. Ага. Их там трое. Четверо. Вау. Так. Ну, так просто не будет. Тун-дун-дун-дун. Тун-дун-дун-дун. Погнали. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Ой. Вот как-то так. Хе-хе-хе-хе. На изи. Просто на изи. Так. Мы всех на изи порешали. Почему некоторые показываются как мертвые, но не мертвые? Вот это... Ну, то есть убитые, но... Типа это... Противниками все еще. Это мне непонятно. А, погоди. Так они не убиты еще? Тихо-тихо-тихо. Там бегемот сидит. Иди от твое оружие. А, ну и плевать. Эй, бегемотина! А, это мелкий дядь. Все? Серьезно? Настолько вы донные? Так, получается, нам что остается? Несколько зданий тут залутать? И получается главный форт, который почему-то, кстати, не светится. Хотя бы мог и посветиться немножко. Я вижу там уже всякие вкусняшки. Может, гранатомет там? Ну, если мы сейчас еще и гранатомет найдем, это будет прям топ. Контент. То есть карту мы нашли. В следующей серии мы, наверное, карты... Блин, я не знаю, что в следующей серии... Стоп, подожди, что? Не, подожди. Там противника показали. Ну, не, это бред собачий. Это типа эти же. Ну, скорее всего, здесь можно поспать будет. Я видел, там что-то синенькое внутри. Это, скорее всего, вот это было. Ну, хоть зелье дали бы какое-нибудь. Ни зелье, ни черта. Так, стрелы. Уже хорошо. Двадцаточка стрел. О, вот он. Да-да-да, сейчас мы заберем его обязательно. Сейчас, начальник, сейф взломаем. Да, там он стоит сзади. Гранатомет. 1-4-0 подошло. 0-4-1-5. 0 подошел. 3-4-3-1-4. Не подошло. 6-4-1. 0-0... Так, 0-7-4-1. Не сработал. Так, подожди. Давай еще разломаем. Я... 0-0-8-1-4. 0-0-4-1. Все. Я тебя просто забыл. Готово. Хрень какой-то нашли. Так, ща-ща-ща. Тут можно поспать? Тут можно поспать, скорее всего. Злоба. Давайте посмотрим, на что способна злоба. Так, так-так-так-так-так. Во-первых, вот это посмотрим. Сопротивление... Ух, нихрена себе ты плюсуешь меня. Вау. А это по плюс 5 сопротивление дало. А, максимальный запас выноса. Нихреновенькая штука. Где злоба? 641. Офигеть. Чем стреляешь? Гранатами? А кто стреляет еще гранатами? Ты. Злоба. Давай поставим тебе... О, подожди, подожди. А ты стреляешь по пятихатке. Тебя мы вообще убрали. Потому что... Тихо ты. Моя голова. Не, рано еще. Отключаться. Давай посмотрим. Неплохо. Давай поспим до утра. Хотя бы утром будет более-менее видно все. Хотя в фиг его знает, как тут вообще будет все видно утром. Высокая вероятность обрушения. Спасибо, капитан Чиридз. Ну вот видите? То есть то, что Кроник со мной сделал, мне не помогает. Вот зараза. Снова чуть все не забыл. Да, вот видите. Так мы тренируем. А ментал... Ну, ментальную связь. А нам не помогает это от слова совсем. Любопытно. Так, мы нашли карту. Вот что у нас остается? Вон тот город слева. Вон там пара развалин. Вот тут пара развалин. Да? Ну, эти летающие твари. Вон тот городишко. Скорее всего, вон там он пара зданий будет. И там. И все. Ну, давайте тогда посмотрим... А, вот еще. Тут внизу пара... Ооо. Ну да, мы тут побегаем. Мы тут побегаем в следующей серии. Обязательно. А давайте в этой мы сейчас решим наш маленький головоломка. Головоломка, головоломка, головоломка. Да, решим головоломочку. И выполним этот квест. В принципе, да, серия чуть затянется. Больше часа будет, но не страшно. Главное же головоломку решить. Плюс мы темного Эликса набрали. Так, F5. На всякий. Я в себя верю. Есть. Карта собрана. Так, и что? Если собрать все кусочки карты вместе, то из букв складывается бескрайние небеса. Так. Кроме того, тут отмечены координаты какого-то места. Этого должно хватить, чтобы разобраться, для чего эта карта. Ага. Так, журнал. А-а-а. Да. Ну, хоть вы не такие топовые. Было бы обидно. Да, мы же тут скиандов убивали пачками. Ну, я так понимаю, это вот этот квест. Ну, то есть, нельзя было ввести бескрайние небеса без... Да. Теперь сейф должен открыться. Это письмо я нашел в сейфе. Письмо с экспонатчиком, который может вставить в адъютер. Сотка. Искатель приключений. А, этот предмет нельзя продать. Компьютер-чип может вставить в адъютер. Он дает телепорты видимыми и обеспечивает прибавку к опыту. О, карту открыли. Э, секрет узнали. Так, давай смотреть, что это за адъютер. А где он? Это не он. А куда он делся? Подожди, это предмет нельзя продать. Правильно? Ой, вот это. Это пригодится. Значит, он вот здесь должен быть. Вот он. Ну, давай посмотрим на карту. Телепорты, которые я не открыл. Правильно я понимаю? Они будут подсвечиваться. Опа. Руины. Вот. Телепорт неоткрытый. Тут телепорт неоткрытый. Ясно. Тут один. Это третий. Четвертый? Четвертый. Да, тут я все пооткрывал. Так, тут я бегал. Тут я, естественно, бегал. Само собой, тут все открыто. Тут я тоже все открыл. Тут два. А, я к этой станции, значит, не бегал. Или я пробежал вот этой дорогой, мы вниз спустились. Так, тут два. И тут три. Ну, прикольно. Ну, что ж, давайте, наверное, на этом заканчивать. Я вне серии побегаю, пооткрываю телепорты. Ну, вот этот вот, естественно, я пробегусь, заберу. Вот этот. Ну, то есть, вот этот третий, получается, будет у меня. Тут вообще нихрена нет, значит, сюда попасть даже нельзя. Третий это будет у меня. Дальше. Я, наверное, сбегаю в зиму. Заберу вот эти два телепорта. Тут я уже всех чистил. Вот. И все, наверное. А вот эту локацию, получается, вот. Вот. Это два. И третий хрен. Ну, раз. Тут вроде здание одно, два. Вот. Раз, два, три здания есть. Вот это огромная площадка. Тут мы будем бегать, зачищать. И вот огромный город. Ну, не город, кусок. Вот здесь что-то есть. Вот еще что-то есть. Это что-то фиолетовое. Это, скорее всего, пещера. С Эликсом. И вот здание. Вот мы туда сбегаем, обязательно посмотрим, что там да как. А башня тоже будет на финалочку. Ну, что ж. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.